Сразу несколько событий, произошедших в разных местах по разному поводу, но в течение нескольких суток, дали основания выстроить их в один ряд и с удивлением обнаружить, насколько интересной получилась картинка. Сначала перечислим события. В Сингапуре на личной встрече президента России Путина и премьер-министра Японии Абе обсуждался всего один вопрос – возврат Японии двух Курильских островов. По итогам встречи стало понятно, что принципиальные решения о возможности возврата островов уже принято. И сейчас переговоры перешли в режим торга. На публику Путин выдал что-то наподобие «мы не торгуем своими территориями, но и мирный договор с Японией нам нужен». Почему-то такая конструкция напомнила школьника младших классов, которого за ухо привели к родителям за то, что он курил возле подъезда. Раньше такое практиковалось. И на возмущение мамы пацан пытается оправдаться и как последний довод выдает. Ну, я ж не в затяжку. Риторика уже явно стала не такой воинственной, как это было совсем недавно. За такой наезд, который продемонстрировал Абе, раньше Путин нашел бы, как ответить. Например, начал бы строить на шокотане военно-морскую или авиабазу. А то, что Абе наехал, не вызывает сомнений, поскольку Путин что-то там хотел рассказать про инвестиции, развитие сотрудничества в производстве крабовых клешней и лососевой икры. Но Абе четко сказал, что переговоры имеют смысл только в формате обсуждения возврата островов. Все остальные темы будут обсуждаться только после их возврата. Похоже на то, что процесс пошел. Второе событие произошло сегодня утром, когда группа ингушей выдвинулась в тот район, который глава их республики подарил Кадырову, и тот присоединил его к Чечне. Насколько это был чистый подарок или коммерческая сделка между двумя главами субъектов федерации, можно только догадываться, но земля отошла от Чечне, и Кадыров пообещал защищать ее силами собственной армии, которая достаточно хорошо подготовлена, экипирована и имеет боевой опыт. Именно на эту землю выдвинулась группа ингушей в составе видных людей – журналистов, общественных деятелей и других видных граждан республики. В результате эта малочисленная группа была жестко упакована силами полиции и отведена в неизвестном направлении. Причем полиция имела безусловное численное преимущество, что дало возможность сократить время задержания до минимума. Третье событие произошло на улице Шоссейной в Грозном около 16 часов по местному времени. По информации главы республиканской полиции, неизвестная девушка направилась к федеральному посту номер 21, который располагается на этой улице, и полицейским показалось ее поведение подозрительным. Они приказали ей остановиться и произвели предупредительный выстрел. После чего девушка привела в действие пояс шахида, который был на ней. На этот момент неизвестно, пострадал кто-то, кроме смертницы или нет, но сам факт подобного теракта, о которых уже стали потихоньку забывать, довольно красноречив. Итак, два из трех событий, так или иначе, но касаются территориальных вопросов. Как известно, вопрос о возврате части территории, захваченных Советским Союзом во время финальной стадии Второй мировой войны остановился на 1956 году, когда Япония согласилась на возврат не всех утраченных территорий, но только их части. По состоянию на тот год это был хороший компромисс как для Совка, так и для Японии. Союз оставлял за собой южную часть острова Сахалин и остальные острова, которые принадлежали Японии до поражения в войне. Тут можно говорить о том, что принадлежность этих земель Японии тоже была под вопросом, поскольку до 1904 года, когда Российская империя потерпела поражение от Японской империи, большая часть этих земель входила в Царскую империю. Но так можно опускаться вглубь веков, и ничего хорошего из этого не получится. Как ни странно, полную ясность в этот вопрос внес Ульянов Ленин, первый правитель Советского Союза. Рядом своих документов и официальных заявлений Ленин уничтожил Институт правоприемства за империей и всегда специально подчеркивал, что он возглавляет совершенно новую страну, которая ничего общего не имеет с предшествующей. По этой причине Совок начал свою новейшую историю как бы с чистого листа. Лишь небольшая часть документов, подписанных еще при царе, была утверждена и новой властью. Это значит, что Советский Союз принял свою страну на тех территориях, которые смог удержать после развала империи, от которой безвозвратно отвалились Финляндия, Польша, Временно-Балтия и ряд других территорий. Во всем же остальном большевики поместились в ту самую территорию, которую занимала империя. И в частности, не было вопросов ни по южной части Сахалина, ни по Курилам. То есть в 1904 году эти территории потерял царь, а большевики приняли то, что было без излишних фантазий. В общем, Сталин просто заигрался в геополитику, и зачем ему нужны были эти несколько островов и половины Сахалина, трудно понять. Проблем от них было намного больше, чем какого-то практического опыта. Уже одного вероломного нападения на Японию было достаточно для позора и проблем. Но если бы Москва не присоединила к себе территории, то эту неприятность можно было бы как-то забыть. Но японцы не забыли эти острова и отказались подписывать мирный договор с Московией, де-факто оставаясь в состоянии войны. Теперь Москве действительно нужен мирный договор именно с Японией. И вот почему. Ее экономический и военный потенциал настолько высок, что она может очень быстро нарастить свои силы до любого нужного уровня. Плюс к тому, в отличие от россиян, японцы умеют, любят, могут работать и воевать. Если они запрягут военного коня, то душно будет всем и в первую очередь россиянам, поскольку там действительно нет мирного договора и переход к войне даже делать не нужно. Кроме того, угрожать Японии ядерным оружием, себя не уважать. У нее есть все, чтобы произвести его быстро и в нужных количествах, нет лишь мотивации. Если у кого-то хватит глупости это сделать, то японцы быстро удивят этого глупца своим аналогом знаменитой мудрости Годы Мейер, которая как-то сказала, у Израиля нет ядерного оружия, но если придется, мы его обязательно применим. Актуальность же вопроса о мире возникает потому, что уже сами российские СМИ бьют в тревогу по причине все более частых публикаций в китайских СМИ статьи о возврате северных территорий Сибири и Дальнего Востока. Казалось бы, мало ли что пишут бурзописцы. Но с той цензурой и дисциплиной китайских печатных органов, которые действуют прямо сейчас, такой рост количества публикаций на эту тему никак нельзя назвать случайным. Кому как не россиянам это понимать, поскольку они видят постепенный подъем градуса этой темы, и это выглядит точно так же, как это делали сами российские СМИ перед началом агрессии против Украины. Очевидно, что политика Москвы относительно Китая становится все более слабой, и сейчас Путин уже опустился ниже уровня младшего партнера. Теперь Москва пошла с протянутой рукой в Пекин за буровым оборудованием, которое уже никто не продает, а без него грядет коллапс нефтегазовой отрасли, поскольку с 2014 года не ведется работа по разведке новых месторождений. С учетом давних и непримиримых отношений Китая и Японии, Путин хотел бы создать хоть какой-то треугольник, чтобы можно было маневрировать, поскольку вернуться в тот треугольник, который когда-то предлагали Штаты, уже поздно. А для этого надо мириться с Японией и демонстрировать Пекину готовность жарких объятий, чтобы тут стал податливее. Еще совсем недавно Путин категорично заявлял о том, что не собирается никому отдавать своих территорий, но теперь Китай получил миллионы гектаров земли в концессию на 50 лет и продолжает оформлять новые участки. А два острова начали медленный дрейф в сторону страны восходящего солнца. И что характерно, Путин легко примет решение о передаче островов, а парламент ратифицирует любой бред, который поступит на утверждение из администрации Путина. Население же сглотнет это решение так же легко, как и любое другое. Подтверждением тому является второе событие, когда отчуждение ингушской земли с родовыми захоронениями и всем прочим не привело ни к чему, кроме сурового стояния на центральной площади, страшных взглядов и трясения ворот. Вот сегодня та небольшая группа ингушей, которая еще не забыла об увиденной чеченцами земле, была легко закатана в асфальт и никто не пришел их освобождать. Весь пар ушел в гудок. Кстати, жесткую реакцию полиции можно было бы списать на то, что в этом регионе власть контролирует ситуацию более цепко, чем в любом другом регионе страны, поскольку тут постоянно идут какие-то антитеррористические учения или операции. Но девушка-смертница показала, что это иллюзия и ситуация выглядит иначе. На самом деле все можно рассматривать в виде медали с двумя сторонами. На одной стороне ярко и размашисто написано «Крым наш». Россиянам очень нравится смотреть на эту надпись, но как ни крути, решение об оккупации и аннексии Крыма принимал лично Путин. Он лично сказал это под запись. И тут важно вот что. Крым не личный огород или дачный участок. Прилепив его к России, Путин сделал это общей проблемой. Россияне радуются и гордятся этим актом международного терроризма, а зря. Ведь оформляя ипотеку, они наверняка интересуются сроком, за который надо оплатить стоимость квартиры или дома, проценты и прочие существенные условия. Здесь же ситуация куда более серьезная, но никому не интересно, сколько это будет стоить. За эти четыре года туда уже ухнуло несколько десятков миллиардов. И это только начало. Туда ушли деньги на финансирование пенсионеров, бюджетников и какие-то стройки. И только сейчас в Российской Федерации начали считать суммы потерь в связи с санкциями. Агентство Bloomberg посчитало, что это составляет примерно 10% ВВП России. Каждый может взять отчеты по российскому ВВП и посмотреть, сколько стоят эти санкции. К этому надо прибавить полтора ста миллиона долларов, которые были выиграны украинскими юридическими и частными лицами в судах по возмещению ущерба, связанного с анексией Крыма и потерей имущества. А ведь это лишь пилотный иск. Дальше пойдут иски на десятки миллиардов. Ну и санкции будут только усиливаться. Заметим, эти деньги будут вынуты из карманов россиян пенсиями, налогами и сборами и просто снижением жизненного уровня. То есть каждый из них заплатит за такое сомнительное приобретение, решение о котором принял лично Путин. Ни с кем не советуюсь. С молчаливого согласия. С другой стороны, он ни с кем не советуется, отдавая землю китайцам. И похоже на то, что отдаст острова японцам. И снова ни с кем советоваться не станет. Хотя такие вопросы требуют пусть не референдума, но широкого общественного обсуждения, чтобы население знало, за что ему приходится платить. То же самое происходит и с ингушской землей. Путин создал правила игры, на которые уже не может повлиять. И первый успешный опыт Чечни по отжиму территории других субъектов федерации – только первая ласточка. Дальше будет веселей. Все это вместе говорит о том, что Путин и его команда самостоятельно принимают решения и создают правила игры, которые несут конкретные разрушительные действия фундамента страны. Причем он никогда не смог бы этого сделать без молчаливого согласия своего населения. Скоро будет пятая годовщина разгона студенческой демонстрации против решения Януковича об отказе от европейского курса и смену его на дорогу в Таежный Союз. Что из этого вышло, в курсе все. Весь мир теперь знает слово «майдан». Вот этого в Московии не было, нет и не будет. А значит, у нее нет шансов. Путин таки развалит ее с молчаливого согласия большинства. И чем дальше, тем более понятно, как именно он это сделает. Просто сегодня это стало отчетливо видно. И даже возникает мысль о том, что главное Путину не мешать. Он все делает как надо, без малейших альтернативных вариантов. Но ему никто и не мешает. Даже Китай, который мог бы прямо сейчас дойти до Урала, не делает этого потому, что ждет момента, когда Путин сам все продаст, причем недорого и еще будет упрашивать, чтобы купили. Кстати, возможно, нынешние бодрые переговоры были как раз в этом ключе. Мол, возьми пару островов на пробу, если понравится, договоримся по остальным. А возможно, и не только по островам. И что характерно, если Путин даст провести чистое голосование на Сахалине, Курилах, Дальнем Востоке и Сибири о том, хотело бы население остаться в России или присоединиться к Японии и Китаю, то результат поразил бы даже самых неисправимых оптимистов. Но всему свое время.